Let me tell you why you're here. You're here because you know something. What you know, you can't explain. But you feel it. You felt it your entire life. Сегодня мы здесь прогуливаемся не с тем иным, как с диджеем «Градом», который вскоре нас порадует с премистью. Анатолий. Да, здрасьте. Расскажите, в каких местах вы играли? Здесь, на Пухете? Нет, вообще в мире. Ну, Америка, Испания, Африканские какие-то, там, не знаю, Египет. Даже в Турции, представляешь? Считаете, что разница есть играть в месте, где полностью жить, это остров, остров круглогодичного отдыха? И вот разница между тем, чтобы играть в городе? Что же? Нет, мне кажется, люди все равно, они хотят услышать то, что ты бы играл в городе. То есть я понимаю, к чему ты клонишь, то есть ты отличаешься ли музыкальный формат. Ну, может быть, формат восприятия. От того, что играется. Ну, может быть, музыка будет здесь более легче, чем, например, какая-нибудь зимняя вечеринка в той же самой Москве. Я не играю русские треки, я сразу хочу извиниться перед всеми, кто будет ждать или ждал русских ремиксов на вот наши попсовые песенки. У меня немножко другой формат. Я играю хаос-музыку, я играю хаос-музыку, и я ее очень люблю. Это хаос-музыка всего мира, это очень, как ни странно, много хаос-музыки от русских продюсеров на данный момент. Но она вот без ляляшек. Окей, да, тогда продолжим, пройдемте. Пройдем, продолжим нашу прогулку. Вот это как раз, а наши прогулки. Как вам Пхукет? Я люблю Пхукет, я обожаю Пхукет, этот город. Ну, я был в Таиланде во многих местах, можно сказать, везде. Но Пхукет меня устраивает всей, вот, наверное, своей инфраструктурой. Я не беру в расчет, там, Паттайи, я не беру, конечно же, там, Панган. Это все очень своеобразное. Здесь как-то он больше, наверное, похож на пляжный город именно. Прямо такое городишко испано-такое, побережье такое, знаешь, чем-то похоже на Средиземноморье. Я играл здесь уже много раз, я был резидентом Seduction два года назад. Играл в основном зале и фанки-рум, это там, где сейчас Блоу. Вот, я играл вот здесь, в великолепнейшем отеле Биллайтонг. Мы устраивали здесь вечеринки. Год назад вывозили сюда где-то порядка 60 московских клаберов. Вот, пытались разнести этот отель. Разнесли его звуком. Так, везде практически. Ну, в основном здесь, на Патонге. Но в Famousy впервые? В Famousy, да, впервые. В Famousy впервые. Окей, ну тогда посмотрим, что будет в Famousy. Да, увидимся обязательно. Вам спасибо большое.